В Австрии устанавливают обстоятельства гибели белорусского паралимпийца 33-летнего Дмитрия Рыжкевича. Спортсмен-колясочник утонул, готовясь к чемпионату мира по академической гребле. Лодка опрокинулась во время тренировки на Дунае. Удержаться на плаву мужчина не смог. Дайверы прибыли оперативно, а несмотря на то, что знали, где опрокинулась лодка, найти тело смогли только через три с половиной часа. Сразу после начала тренировки в 13 часов белорусский гребец свернул на трассу регаты. Спасатели пожарной охраны все это время тоже были у воды и наблюдали за занятиями. Они сразу заметили, что мужчина держится за лодку, а после пропадает с поля зрения под водой. Водолазы обследовали реку метр за метром, однако спасти спортсмена не удалось. В Австрию вылетели родственники погибшего паралимпийца. Одновременно с расследованием решается вопрос доставки тела на родину. Мы связались с посольством Беларуси в Вене. Посольство в контакте с представителями команды, страховой компании, полиции, родственниками. Посольство проводит мероприятие по обеспечению выдачи всех необходимых документов и последующей репатриации тела умершего. Уроженец Лиды, мастер спорта Беларуси по адаптивной гребле. 16 лет назад Дмитрий попал в серьезную аварию и чудом выжил. Мужчина перенес более 20 операций, сумел не только оправиться, но занялся спортом уже в качестве паралимпийца. За свою карьеру он неоднократно становился чемпионом и призером международных соревнований по академической гребле на тренажерах «Концепт». Беларусь и Польша готовят соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Подписать его намерены уже в следующем году. Об этом в том числе сегодня шла речь на встрече заместителя в Палате представителей. Здесь принимали польскую делегацию во главе с вице-маршалом Сейма Рышардом Терлецким. Проект соглашения уже разработан. Работа на подписание документа решили отложить до следующего года, поскольку до этого в обеих странах должны пройти парламентские выборы. Кроме того, поляков интересует белорусский опыт проведения европейских игр, ведь следующие должны пройти как раз у них. Совбез ООН срочно собирается из-за испытаний в США запрещенной ракеты. Оно прошло всего через месяц после выхода Вашингтона из соответствующего договора. Заседание, которое состоится сегодня, инициировали Россия и Китай. Здесь всерьез опасаются, что Пентагон будет развертывать ракеты наземного базирования, испытания которых были запрещены 30 лет назад. Пожары в Боливии достигли рекордных масштабов. Пламя уже охватило 500 тысяч гектаров. В стране чрезвычайное положение. Огонь добрался до заповедника в Санта-Крусе. Более 500 видов животных и насекомых оказались под угрозой. В тушении пожаров мешает сухая и жаркая погода. Идет эвакуация населения. Правительство начало расследование причин. Чаще всего виновниками становятся фермеры, которые после сбора урожая в августе сжигают остатки сена, чтобы подготовить поля для новых посадок. 6 миллионов 200 тысяч тонн зерна уже в закромах. Аграрии сразу нескольких областей завершат уборку в ближайшие дни. Так, на Брещене осталось убрать менее процента площадей. В Гродненском регионе чуть более двух, а в столичном около пяти. По намолоту лидирует Минская область. Здесь собрано более миллиона 600 тысяч тонн зерна. Больше всего неубранных площадей около 25% на Витебщине. Всего по стране остается обмолотить чуть более 7% полей. Битва знаний и компетенции. Международный чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 стартует сегодня в Казани. Белорусская команда готова побеждать. Подготовка была серьезной. Своего рода Олимпийские игры для молодежи, выбравшие профессиональное образование. 63 страны, полторы тысячи участников, четверть миллиона посетителей. Наших 36. Каждый ставит перед собой самые амбициозные цели. Номинации самые разные. От квантовых технологий до кулинарного мастерства. Это самый масштабный чемпионат в истории WorldSkills. Он станет 45-м по счету. И в завершении любопытная новость из США. Там нашли самого маленького быка на планете. Животное по кличке Харви живет на ферме в штате Айова. Ему уже два года, поэтому считается взрослым быком. Однако его рост не превышает 67 сантиметров. Хозяева рассказали, что купили Харви в 2017 году, считая, что приобретают теленка. Шло время, и семья поняла, что с их быком что-то не так. Владельцы фермы даже не подозревали, что попадут в книгу рекордов Гиннесса. Теперь Харви местная знаменитость. Харви местная знаменитость.